Продолжение следует... Я хочу дарить организаторов, которые собрали нас на эту встречу, и надеюсь, что подобные круглые столы и диалоги продолжатся и в будущем. Насколько я знаю, сегодняшний круглый стол второй по счету, и мне хотелось бы, чтобы подобные встречи и обсуждения за круглым столом происходили бы чаще и собирали еще больше заинтересованных участников. Итак, я приветствую всех присутствующих и хочу поблагодарить за то, что они нашли время и пришли сюда. У меня довольно интересная роль. По крайней мере, мне кажется, что она интересная. Дело в том, что мне выпала честь быть представителем Его Святейшества Далай-Ламы в России, Монголии и странах СНГ. Одновременно с этим я уже 25 лет являюсь главой буддистов Республики Калмыкия. Эти 25 лет, что я живу в России, стали важным периодом в российской истории. За эти годы произошли многие изменения. В советское время на религиозную деятельность были наложены существенные ограничения. А после распада Советского Союза люди обрели свободу совести, свободу вероисповедания. В России началось новое движение. Произошли огромные перемены. Люди получили возможность глубже знакомиться не только со своими исконными религиями, но также и с другими религиозными традициями. И эта тенденция продолжается по сей день. Одной из отличительных особенностей России является то, что в ней на официальном уровне признаны четыре религии – православие, иудаизм, ислам и буддизм. Более того, помимо этих четырех религий, Россия открыта и другим конфессиям. Путешествуя, люди постоянно знакомятся с разными культурами и религиозными, и философскими идеями. Я сам являюсь сторонником, последователем, учеником Его Святейшества, Далай-Лама XIV. Не только потому, что происхожу из буддийской семьи или принадлежу к буддийской культуре. Я вижу в нем поборника мира, человека, который путешествует по всему миру, пропагандируя идеи, которые он называет главными обязательствами своей жизни. Первое – это продвижение общечеловеческих ценностей. Говоря об этом, он опирается не на буддизм, но на ценности, которые есть у каждого, независимо от того, верующий он или нет. Это такие ценности, как любовь, сострадание, доброта и терпимость. Это врожденные качества, с которыми все мы появляемся на свет. Развивая и распространяя их, мы сделаем лучше наше общество и мир в целом. Второе обязательство Далай-ламы – способствовать межрелигиозной гармонии. Хотя сам он буддист, но путешествуя по миру, он встречается с другими духовными лидерами, представителями религиозных общин, общается с ними, вступает в обсуждение, чтобы приблизиться к пониманию, как нам сделать мир лучше, как сделать наше общество лучше, а также, чтобы научиться лучше понимать друг друга, понимать разные культурные и философские традиции. Его третье обязательство связано с тем, что он тибетец. Он выступает представителем тибетского народа, оказавшегося в непростом положении, выразителем его чаяни и надежд. Во вступительном слове доктор Бажанов упомянул Китай, культурную революцию, а также перемены, происходящие в Китае в последние примерно 15 лет. Я согласен с тем, что Китай меняется. В области духовности наблюдается колоссальное развитие. По приблизительным оценкам, сегодня в Китае насчитывается 400 миллионов буддистов. Тем не менее, несмотря на такое количество буддистов, в основном среди ханских китайцев, как вы знаете, в Китае есть много разных этнических групп, несмотря на рост численности буддистов, в некоторых районах буддизм по-прежнему находится под контролем и подвергается запретам. Я думаю, эта тема нуждается в пристальном, тщательном наблюдении и анализе. Если говорить обо мне, то как представитель его святейшества Далай-ламы здесь, в России, я вижу свою основную обязанность не в том, чтобы говорить о политических проблемах Тибета. Хотя в определенных обстоятельствах я считаю уместным говорить и о политических аспектах тоже. Жители России, традиционно исповедующих буддизм, в основном это буряты, тувинцы и калмыки, с Далай-ламой связывают давние отношения наставника и учеников, или гуру и учеников. Этим отношениям уже несколько сотен лет. В прошлом веке Россия пережила темные времена, но тем не менее в архивах сохранилось много материалов. Так что после распада Советского Союза мы смогли восстановить многовековые традиции и отношения между традиционными буддистами России и Далай-ламой. Возвращаясь ко второму обязательству Его Святейшества Далай-ламы, продвижению межрелигиозной гармонии, хочу сказать, что я вырос в буддийском монастыре, где у меня практически не было контактов с внешним миром или другими религиозными общинами. Но затем меня избрали главой буддистов Калмыкии. В Калмыкии живут бок о бок не только буддисты, но и русские православные, а также небольшое количество мусульман. Поначалу мне было непросто следовать наставлениям Далай-ламы в отношении межрелигиозных связей. Я не знал, как подступиться к этим вопросам, что предпринять. Но мне посчастливилось, что рядом со мной в то время оказался отец Зосима, который позже был повышен в сане и стал владыкой Зосимой. Протерея Лев хорошо с ним знаком, они встречались. Мне посчастливилось работать вместе с владыкой Зосимой. Мы с ним неоднократно делились разными мыслями и со временем между нами завязалась близкая дружба. Мы хорошо понимали друг друга и хотя наши философские воззрения различались, это не мешало нашему человеческому общению и дружбе. Позже мы решили организовать в Калмыкии межрелигиозный совет, в который вошли не только представители буддизма и православия, но также и представители местной мусульманской общины. Межрелигиозный совет призван выполнять не декоративные функции, но предпринимать активные действия. Мы совместно решаем разные проблемы, поддерживаем друг друга финансово, материально. Если, например, у православной церкви возникает какая-то нужда, мы откликаемся и совместными усилиями находим решение. Так что наше взаимодействие очень успешное, и я извлек из этого опыта очень важный урок. Наши религиозные верования не должны становиться барьером между нами. Мы всегда должны мыслить шире и выходить за рамки своей традиции, чтобы общаться, вести диалог и открытые обсуждения. Подобные встречи за круглым столом всегда важны. И вообще во всем мире это сейчас очень распространенное явление, не только в России, но и во многих странах мира проводятся разнообразные форумы, посвященные межрелигиозному диалогу, обсуждениям. Но я всегда задаюсь вопросом. Сегодня мы все собрались здесь, а что будет завтра? С одной стороны, очень хорошо, что мы все встретились, но я считаю, что и завтра, и дальше мы должны поддерживать связь, потому что мы не знаем, когда может понадобиться помощь. Мы не знаем, когда возникнут проблемы, и надо будет друг другу помочь, поддержать друг друга. Нам нужно установить общение на общечеловеческом уровне. Ведь все религиозные традиции проповедуют любовь, сострадание, терпимость, прощение и тому подобные качества. Это основное послание буддизма, христианства, ислама, иудаизма. Опираясь на послание любви, оставленное нам нашими пророками, мы должны прикладывать еще больше усилий для того, чтобы активно взаимодействовать друг с другом. Поэтому я надеюсь на дальнейшую совместную работу. Я хотел бы подарить вам книгу, написанную его святейшеством Далай-Ламой, «Этика для нового тысячелетия». Она написана без опоры на какую-либо религиозную традицию, но исходя из идеи всеобщей ответственности. Я попрошу моего коллегу ее раздать. Это ни в коем случае не попытка обратить кого-то в свою веру или изменить чьи-то религиозные воззрения. Но мне хотелось бы познакомить вас с идеями Далай-Ламы, которыми он делится со всем миром. Еще раз спасибо за приглашение. Прошу извинить меня, если мое выступление было не очень дипломатичным, поскольку я не учился в дипломатической академии. Я получил духовное, монастырское образование. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Прошу извинить меня.